всем привет меня зовут уварова вера и я вам сегодня расскажу как сделать и оформить свой блог свой сайтик на основе блог спот для начала вам нужно завести электронную почту google если она у вас есть отлично заходим на эту электронную почту или просто на google.ru вот здесь вверху видите мой профиль да то что я уже сюда зашла и вот здесь вот есть такие квадратики нажимаем нажимаем на еще нажимаем блогер можно создавать на одну почту много блогов можно каждый блок на свою почту я считаю это не очень удобно удобно когда зашел на почту и все у тебя перед глазами вот у меня уже есть блок но вместе с вами сейчас создам еще один нажимаем создать новый блог нажимаем пишем заголовок какой вы хотите придумываем адрес своему сайту вот он проверил сайт если вы используете его для рекрутинга и будете использовать на страничках в одноклассниках контакте в моем мире так далее то лучше чтобы адрес вашего сайта говорился сам за себя то есть если это интернет-магазин пишите интернет-магазин точка блокспот точка ком если адрес будет не занят он вам присвоится если занят можно поставить там тире добавить еще какие-то символы добавить циферку какую-то и так далее выбираем какой-нибудь шаблон мне нравится вот очень и нажимаем создать блок ждем пока все загрузится и вот появляется наш блок который называется интернет-магазин нажимаем на него нам здесь предлагают массу функций различных я вам предлагаю начать сразу с шаблона нажимаем шаблоны предлагают нам опять поменять какой-то шаблон который мы хотим нажимаем кнопочку настроить опять нам предлагают выбрать какой-то фон и так далее можно нажать фон вот здесь вот у нас показана картиночка нажимаем вот сюда на стрелочку и нам выдадут здесь очень много разных фонов которые мы можем использовать проклацать и что вам понравится нажимаем нажимаем готова и наш фон автоматически меняется можно регулировать ширину нашего блога тянем за курсорчик вы видите окошко у нас увеличивается можно окошко боковой панели точно также увеличить уменьшить и так далее в дизайне вы можете оставить вот то что есть можете выбрать другой дизайн вот такой например то здесь у вас будет все написано а у вас будет сам в самом низу пусть будет такой дизайн мне очень очень нравится можно сделать две колоночки три колоночки сбоку да вот здесь можно сделать вот такие колоночки будут можно вот здесь но на ваш выбор нажимаем дополнительно и здесь нам предлагают изменить цвет шрифтов фон цвет фона название блога можем поменять и так далее видите цвет сразу поменялся мы можем увеличить размер нашего название блога вот так вот такой будет у вас ваш блог нажимаем применить к блогу назад блогер фантазируйте все на ваше усмотрение что хотите можем посмотреть вот здесь дизайн какой мы хотим можно различные дополнительные функции странички добавить и так далее гаджеты какие-то какие вы хотите более подробно вы узнаете на фокус-группе какие можно добавить гаджеты и как с ними дальше работать ну пока я вам про это рассказать не буду в настройках мы можем поменять на время дату в основных настройках вот здесь вот еще вот и у вас есть адрес блога если вам что-то не понравилось или ваш блог заблокировали спаме да отправляют его в спа очень легко это можно исправить нажимаем изменить и в названии блога либо какую-то циферку либо какую-то буковку добавляем нажимаем сохранить автоматически адрес нашего блога изменился вот итак нажимаем посмотреть блог вот так вот будет выглядеть наш блог здесь еще пока ничего не написано можем отсюда сразу нажать новое сообщение и нас перенесет вот сюда на панель мы можем вот здесь в панели есть вот сообщение нажимаем сообщение 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 нет у нас ничего здесь пишут вот сюда можно создать новое сообщение можно дождаться пока вот здесь мы нажали новое сообщение подгрузится страничка сразу нам предложат вот создать новое сообщение пишем название какое хотите на ваше усмотрение пишем текст привет там меня там назовут и так далее если вы хотите вставить какое фото фото вот здесь вот есть вставляем фотографию можем выбрать с того что уже есть на вашем блоге если вы уже давно вы видите то у вас будут здесь различные странички можно просто загрузить нажимаем выбрать файл выбираем любое фото которое нам нравится ждем пока она прогрузится очень удобно если у вас в интернете вам понравилась какая-то картиночка вы url адрес сохраняете и вот вставляете по url адресу но если эту картиночку удалят из интернета либо поменяется адрес то с блога она у вас тоже уйдет поэтому лучше загрузите на рабочий стол сохраните и загрузите картиночку в блог вот такая картиночка великолепная дальше печатаем текст все что нам нужно если мы хотим добавить видеоролик вот здесь есть вставить видеоролик теперь как быть с видеороликами здесь можно с ютуба добавить если у вас есть канал на ютубе вот а если нет у вас этого канала то сейчас я вам расскажу как это сделать заходим на видеоролик который нам интересен вот здесь есть еще поделиться нажимаем нам не надо делиться в социальных сетях а вот здесь есть html код нажимаем его выбираем формат видеоролика который нам нужен это будет самый маленький видеоролик возьмите чуть-чуть побольше нажимаем копируем вот этот html код возвращаемся на наш блок вот здесь вот вы видите html нажимаем опускаемся вот здесь снизу вставляем наш код возвращаемся на создать ждем пока наш прогрузится блок и вот вы видите видеоролик у нас теперь на блоге вот лучше конечно видеоролик поставить между текстом чтобы потом не было таких проблем с тем что мы не можем ничего сюда вставить ну вот у нас можно выйти из ситуации таким образом в html написать после видеоролика и так далее и пишем дальше если вы решили присоединиться пишите там на почту либо переходите по ссылочке и заполняйте анкету и так и так и так как присоединить к чему-то вашу ссылочку на регистрационную форму У вас есть регистрационная форма на базе Google, она хранится на Яндекс.Диске, мы можем просто прикрепить какую-то интересную фотографию, какую-то кнопочку, где человечек будет нажимать на эту кнопочку, пусть будут такие лапочки. Эту кнопочку и будет переходить на вашу регистрационную форму. Можем просто, прям ниже видеоролика, поставить регистрационную форму или после текста. И вы напишите, что если решите присоединиться, заполните регистрационную форму. Например, жмите на фото и заполняйте анкету. И как же к нам, к вот этой фотографии присоединить нашу ссылочку? Давайте откроем наш Google Диск. У меня несколько аккаунтов, поэтому открою так. Так. На Google нам нужен. Чтобы с блогера не уходить. Да, если я сейчас нажму, он нас выбросит на Google Диск. Мне нужно, чтобы оно повисело. Вот нажимаем вот здесь на Диск. Ждем пока прогрузиться. Что-то с интернетом сегодня не очень. Что-то с интернетом сегодня не очень. Итак, загрузился наш Google Диск. Подгружается вот здесь. У вас уже должны быть тут регистрационную форму. Вот, да, регистрация в проекте и так далее. И вот, нам нужна не табличка, где ответы, а вот эта вот форма. Нажимаем на нее. Она может называться по-разному. Как вы сами придумали, так она и будет называться. Для того, чтобы прикрепить к нашему изображению, чтобы открывалось все на отдельном страничке, нам нужно скопировать вот этот адрес в поисковой строчке. Копируем его. Переходим на наш блок. Нажимаем на фото. Обратите внимание, что фото должно быть выделено. Нажимаем вот здесь ссылочка. Еще раз выделяем, если у нас не стало выделено. Нажимаем, нажимаем ссылка. Вот, открывается у нас такое окошечко. Вот здесь обязательно ставим открыть ссылку в новом окне. Вставляем ссылочку. Вставляем. Нажимаем ОК. И теперь, когда мы будем нажимать на нашу фотографию, когда уже будет на блоге, мы будем автоматически переходить на вот эту вот страничку. Если вы просто хотите вставить, чтобы она открывалась не в отдельной страничке, а прямо у вас на блоге. Вот здесь есть файл на Google Диске. Возвращаемся на регистрационную форму. Файл. Встроить веб-страницу. Нажимаем. И здесь есть HTML-код. Здесь мы можем ширину, высоту изменить. Копируем вот этот HTML-код. Возвращаемся на наш блог. И давайте вот прямо здесь там, чтобы как-то выделить, что здесь у нас будет. Оставим единички. Мы их потом уберем. Нажимаем HTML. Ищем, где у нас здесь единички. Вот они. И вставляем сюда наш код. Возвращаемся на создать. Ждем пока прогрузится это все. Вот такая красота у нас получилась. Но не забываем нажать на слово вот здесь. Публикация. Нажимаем. Публикация. И вот у нас появляется наше сообщение на блоге. Если это у вас основной блог, вы можете поделиться в Google+. Если у вас там есть аккаунт, тоже приносит очень много откликов. Ну вот. Поэтому. Итак, давайте посмотрим, что мы тут с вами намастерили. Нажимаем посмотреть блог. Вот адрес нашего блога. Название. Вот оно. Привет, меня зовут Вера. Вот такая чудесная картиночка. Дальше у нас идет видеоролик. Картиночка, к которой мы прикрепили ссылочку. Давайте вот здесь закроем регистрационную форму, чтобы она нас не смущала. Вот. Видите, когда наводим на картиночку, появляется пальчик. Но я вам обязательно рекомендую написать, что для того, чтобы присоединиться, если вы будете использовать какую-то кнопочку и специальные такие красивые регистрации, отправить данные и так далее, вот, все равно напишите, что для того, чтобы присоединиться, заполните анкету. Нажмите там на фотографию, на кнопочку и так далее. Вот пальчик. Нажимаем на нашу фотографию. И вы видите, вот, у нас перекидывает на нашу форму, где мы сможем оставить свои данные. Так как мы прямо на этом же аккаунте и работаем, она вот не будет такая красивая. Чтобы посмотреть, насколько она там будет красивая, подобрать другой, может быть, фон, вы вот эту вот ссылочку копируйте в поисковой строчке и просто откройте в другом браузере. И там она появится. Ну, вот, пока наша форма там загружается, вернемся на наш блог. И вот так вот выглядит эта форма будет, если вы вставите ее прямо в блог. Вот так она будет выглядеть. Можно с картиночкой, без картиночкой. Вот фамилия, имя, отчество. Тащим курсорчик вниз. Вот все наши данные заполнили, нажимаем готово. Прямо в вашем блоге она будет. Ну, я так не очень люблю, я все время либо к фотографиям, либо к каким-то кнопочкам присоединяю. Так, очень долго грузится наша страничка. Здесь уже все подгрузилось, а здесь еще грузится. Ну, вот она будет выглядеть точно так же, как вот эта. Вот так делается простенький блог. Экспериментируйте, включайте фантазию, пишите тексты. Посоветуйтесь с вашим спонсором. Можете писать мне в личку, я гляну на ваш блог. Может, что-то порекомендую. С вами была Варова Вера. Пока-пока. С вами была Варова Вера.